Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Александр Георгиевич, день добрый. Добрый день, Владимир. Добрый день, радиослушатели. Я традиционно напоминаю о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, все программы, которые мы презентуем вам, они позже появляются на нашем сайте. Вы можете их посмотреть, послушать. Если что-то упустили, пропустили, еще раз прослушать, пожалуйста, заходите на эхокирова.ру Ну, сразу же в начале программы я не могу не провести некие сравнения по поводу вашего предшественника. Я напомню нашим слушателям о том, что на должность уполномоченного по правам человека в нашем регионе вы были назначены областным законсобранием 19 февраля этого года. До этого момента уполномоченным был Владимир Владимирович Климов. Если заглянуть в вашу биографию, биографию Владимира Владимировича, то у него больше все-таки депутатской работы, да, это и работа в областном законсобрании как раз-таки, и два созыва Государственной Думы Российской Федерации. У вас же все-таки багаж следующий. Это работа в прокурорской системе, в следственных органах. В 2007 году, да, вы приехали в нашу область и стали заместителем прокурора Кировской области, затем были руководителем Следственного управления СК, при прокуратуре Российской Федерации, Следственного управления по Кировской области, ну и так далее. Вот многие, да и я, наверное, тоже, ваш переход на должность уполномоченного так восприняли как переход, ну что ли, на другую сторону баррикад. До этого в течение долгих лет приходилось все-таки стоять на страже, что называется, да, законности, и жульков ловить. А вот теперь уполномоченный свою, такую смену деятельности вы как кардинальную воспринимаете или нет? Ну, я еще хотел бы сказать, что в 2013 году, когда я принял решение уйти в отставку с государственной службы, я еще в течение года исполнял обязанности исполнительного директора, извините за павтологию, Ассоциации Совет Муниципальных Образований. Да, да, простите, что не упомянул об этом. Да, и практический год являлся руководителем, главой департамента по организационному обеспечению мировых судей Кировской области. Ну, то, что касается кардинальных изменений, я так думаю, если человек меняет свою работу на какую-то другую, конечно, это кардинальные изменения. Если я работал или начинал свою профессиональную деятельность, например, в Сибири, после этого был переведен на Северный Кавказ, это тоже кардинальные изменения, несмотря что я в одной системе работал. И в 2007 году, когда я прибыл по приказу генерального прокурора, заместителем прокурора области Кировской, и уже практически через два месяца был назначен на должность руководителя следственного управления при прокуроре, тоже кардинально. То есть я так считаю, что это, конечно, кардинальные определенные вехи, которые сопровождают жизнь каждого человека, который каким-то образом меняет свою сферу деятельности. Но я так все-таки понимаю, вот у вас прозвучало, да, на одной стороне баррикада, на другой стороне баррикада. Ну, это я сформулировал эту фразу, да. Я как бы никогда не был перебежчиком, я всегда нахожусь на одной и той же стороне баррикада, если следовать вашей терминологии, поскольку большая часть моей жизни, моей работы связана именно с работой в правоохранительных органах. Правоохранительных органах. Но уже сама этимология, это слово говорит за себя. То есть это правоохрана. И поэтому перехода на другую сторону баррикад однозначно нет, поскольку все-таки должность уполномоченного по правам человека, она не связана узко только с правозащитной деятельностью. Не только с правозащитной деятельностью. Ну, почему я так говорю? Поскольку все-таки должность уполномоченного по правам человека и в Российской Федерации, и в тех субъеках Российской Федерации, в тех регионах, где приняты соответствующие законы об учреждении этой должности, она является государственной должностью. То есть в первую очередь все-таки мы люди государственные. Люди государственные. И поэтому та цель, которая преследуется именно при создании этой должности, и какие на нее возлагаются в принципе-то цели, задачи и надежды, это содействие реализации прав, свобод человека и гражданина, которые должны, конечно, заниматься все государственные органы и соблюдать эти гарантии. Ну, методы сейчас и пути, собственно, реализации этих прав, они совершенно другие. Да, это вот да. Это естественно. Это естественно. Ну, если еще все-таки касаться вашей деятельности в роли главного следователя нашего региона, можно ли так вот спросить, что называется по-простому, что считаете в той работе своей основной, возможно, главной заслугой и, наоборот, неудача, если говорить о том времени? Главная заслуга и главная неудача. Да. Ну, я бы... Ну, у каждого человека в ходе его жизни и профессиональной карьеры, конечно, бывают определенные достижения, определенные моменты, где он думает, что можно было сделать по-другому, да, что-то не достиг, что-то сделал не так, что-то изменил. Конкретно говорить о каких-то провалах, да, вот о неудачах я, наверное, не могу, поскольку вся моя жизнь, я так думаю, связана, если я начинал свою вообще, если так смотреть, трудовую деятельность со столера в далеком сибирском городе, Амгарске, да, и ушел в отставку с должности главы серьезной государственной организации в чине, в звании генерал-майора юстиции, я думаю, что есть определенные достижения, определенные оценки, я прошел и Сибирь, и Забайкаль, и Северный Кавказ, и вот сейчас здесь практически это Кировская область, Вятка стала моей второй, третьей, руганой практически, да, потому что здесь у меня родится ребенок, который радует нас вот с супругой, по крайней мере, там загадывать не будем, но я здесь не буду говорить навсегда, да, никогда не говорить никогда, но по крайней мере... Ну, скучаете, что называется по тем временам, по той работе в роли Северного Тебя? Ну, есть, есть моменты, да, ну, а к достижениям что могу донести, то, что все-таки вот сейчас вот я подумал, да, на каждом все-таки своем посту я делал свою работу, а здесь, в общем-то, судьба дала возможность и испытание создать новую структуру государства. И практически я вот горд, что я стоял у истоков создания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Кировской области, мы начинали с людьми, все у нас получилось, все те люди, большинство тех людей, которые создавали Следственное управление, и они сейчас остались и при вот в мою бытность, да, и сейчас они показывают достойные результаты своей работы и я, в общем-то, горд тем, что вот те люди, мои коллеги, вот сейчас несут это. Как у вас складываются взаимоотношения с Григорием Яковлевичем Житиневым, нынешним главным следователем? Буквально на днях было подписано соглашение, да, с ним о сотрудничестве, о взаимодействии, в чем суть этого документа? Значит, в чем суть? А суть именно вот в том, о чем вот мы с вами говорили, что должность уполномоченного по правам человека, она предусматривает, какие функции? Это, в первую очередь, конечно, контрольная. Это контрольная функция, который, и контроль, который осуществляет уполномоченный, он, конечно, независимый ни от кого, и, естественно, ни от государственных органов, ни от должностных лиц, и этот контроль за соблюдением прав и свобод человека. Кроме всего, конечно, она координационная роль тоже, как мы уже с вами говорили, то, что за каждым государственным органом, как законодательным, так и исполнительным властям органов, местного самоуправления закреплены определенные обязанности по соблюдению гарантий и по обеспечению прав, которые у нас гарантированы и записаны в основном нашем законе, это Конституция Российской Федерации и в других законах, ну, отраслевых законах, так можно говорить. И поэтому каждая организация, каждый орган государственной власти обязан в первую очередь, конечно, соблюдать права и законные интересы граждан. Если взять сферу, которая, ну, не по тому сроку, работы более близко, уголовную сферу, то если взять, например, задачи уголовного судопроизводства и процесса, там первая задача вот у уголовного судопроизводства это не изобличение преступников, а соблюдение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Поэтому как я уже тоже неоднократно говорил, государство, когда оно формировалось, ну, государство не только наше, а вообще государство как институт, это своего рода общественный договор между гражданами и теми людьми, которые уполномочены этими гражданами осуществлять определенные действия для обеспечения нормальной жизни. нормальной жизни. Поэтому все у нас естественно практически все правоотношения это урегулированные законом общественные отношения. Это правоотношения. А раз правоотношения, там всегда есть право определенных людей. Поэтому подписывая соглашение, мы как раз и подразумеваем именно то, что и с моей стороны как уполномоченного будет проводиться определенный мониторинг, поскольку обращение жалобы заявления поступает в том числе и в наш аппарат. И со стороны следственного управления также будет осуществляться определенное информирование аппарата уполномоченного меня лично по тем проблемам, которые касаются соблюдения прав и свобод человека, а может где-то и необходимость изменить те или иные нормы, которые регулируют эти правоотношения. обращения поступают? То есть какие-то претензии к ходу следствия, к мероприятиям? Да, конечно, бывают такие, бывают и по незаконному привлечению к уголовной ответственности, и по нарушению порядка проведения предварительного следствия дознания, по поводу своевременности реагирования на заявление, эти, конечно, обращения есть. Ваше решение прийти на пост уполномоченного по правам человека это ваше самостоятельное решение, исходившее от вас инициативой или, не знаю, пригласили поработать? Нет, я, конечно, не набивался уполномоченного я не набивался, но поскольку значит я хорошо, я так думаю, что я достаточно хорошо знаком той ситуации, которая здесь у нас в нашей Кировской области существует, да, и будучи представителем вот в первую очередь в момент, в период моей работы исполнительным директором в Ассоциации муниципальных образований и участвуя в различного рода рабочих группах, координационных совещаниях, выезжая в составе мобильной рабочей группы при, значит, микшировании, да, определенных конфликтных ситуаций, которые возникают между государственным органом, местным, местным, самоуправления и, естественно, населения, в общем-то, я высказывал определенные свои суждения, определенную позицию по тому или иному обстоятельству, и официально, и неофициально, в общем-то, и занимался именно тем участком работы, который был мне поручен. Ну, и в определенный момент, значит, от председателя правительства, от губернатора поступило предложение, значит, вот, как я смотрю на то, чтобы поработать в должности уполномоченного по правам человека. там сначала конкурс был, и все-таки в основе конкурса у вас депутатов утвердили. Нет, для того, чтобы выдвинуть, нет, чтобы выдвинуть, у нас, если вы посмотрите, как губернатор будет выдвигать, да, да, не только губернатор, но и вот депутаты или группа депутатов фракции, как они будут выдвигать депутата, ой, вернее, кандидата, если кандидат не желает и не хочет участвовать в этом. Поэтому, естественно, были предварительные разговоры, ну, ситуацию эту проговаривали, поэтому я согласился пройти вот это, ну, горнило, не горнило, но тем не менее. Долго пришлось раздумывать? Вы сразу почувствовали, что скорее ответ будет да? Ну, у меня да, я как бы, меня, как я уже сказал, что вот такого разворота в моей деятельности на 180 градусов то не было, потому что я как привык заниматься защитой от прав человек, тогда только другие формы, другие методы, немного другие функции, да? А задачи-то и цели, они одни, и поэтому я, как уже тоже в предыдущем интервью одному из интернет-изданий давал, у меня, в общем-то, может быть, было несколько неожиданно, но не так, что снег на голову. В принципе, я готов был об этом думать и подумал, никто меня не торопил, мы переговорили, и поэтому было принято достаточно взвешенное решение, я так пошел на эту работу, в общем-то, с желанием, с удовольствием. Ну, два месяца уже, да, без малого вы находитесь в должности, уполноноченного, с 19 апреля будет два месяца. Впечатление от того функционала, от того объема работы, которым приходится заниматься уполномоченному, успели, что называется, уже? Ну, погрузился, естественно, погрузился, в это во все. Начал погружаться еще до назначения, если честно так говорить, тем не менее, все равно и сайт открыл, и посмотрел. Обращение, да, тем более, что вся та, и все то информационное сопровождение работы уполномоченного аппарата, оно прозрачно. Да, я напомню, что есть сайт в интернете, прямо, уполномоченный по правам человека в Кировской области, можете, собственно, узнать и новости, и документы, Очень просто можно найти, да, набираешь или омбудсмен, или уполномоченный по правам человека, можно зайти на него из сайта правительства области. И поэтому я начал погружаться, и вот уже непосредственно после назначения, после принятия присяги уполномоченного, после того, как был представлен аппарату, непосредственно консультантом, сотрудником аппарата, мы стали вот именно и планировать свою деятельность. Кстати, об аппарате изменений не произошло? Нет, тот же самый аппарат, да? Да, аппарат тот же самый, четыре непосредственных помощника, который делает, но и организационный вопрос решает помощник, и бухгалтер, кадровик из-за канцелярии в одном лице. Вот, то есть, я еще раз тоже хочу сказать, что аппарат очень небольшой, очень небольшой по сравнению с примерно такими же регионами, да, по численности и по проблемам. В нашем федеральном округе он один из самых маленьких, вот, то, что касается нагрузки, потому что у нас существует между уполномоченными, которые работают, причем не только в нашем приворском федеральном округе, но и в других округах, Владимир Владимировичем были налажены определенные контакты, поэтому проходит взаимообмен теми проблемами, которые есть, и вот как раз я пришел в тот момент, когда направлялись из разных регионов нашей страны ежегодные доклады о положении дел в других субъектах федерации российской, в других субъектах федерации российской федерации, вот, и поэтому была возможность проанализировать, посмотреть, как бы снять калькус нашей ситуации, да, переложить ее на те проблемы, которые есть и в округе, и в России в целом, ну, что я могу сказать, что вот эта компиляция, она позволяет прийти к выводу, что, в принципе, те проблемы, которые существуют в России в отдельных субъектах федерации, они у нас общие. Характерны для всех регионов, характерны. Но я об этом уже докладывал и законодательному собранию, и когда представлял доклад губернатору, там можно ознакомиться, да, вот именно статистические выкладки. Ну, что меня еще по нагрузке, как бы, тоже так немного удивило, что у нас, вот я просто так вот на память сильно-то не анализировал, поскольку это не совсем... Да, работа, которую в первую очередь надо делать. просто интересно было по нагрузке. Примерно нагрузка у нас по количеству поступающих жалоб, она равна таким серьезным, мощным субъектом федерации, как Красноярский край и Татарстан. Но проблемы... За 2000 обращений в год. Но проблемы, вот как мы упомянули, они одинаковые, можно сказать. Можно вот сейчас конкретно с чем обращаются, с чем сейчас эти люди? Ну, самый большой блок это, конечно, жилищно-коммунальный вот этот узел. Жилищно-коммунальный узел, в первую очередь, это предоставление жилья взамен аварийного и ветхого жилья. Ну, как известно, у нас программа федеральная есть в расселении. федеральная программа есть. Что означает, она не работает? Она нету. Почему? Она работает. Просто, видимо, как всегда, у нас сложное восприятие действительности. Действительность. Потому что мы рассчитывали на одну, например, сумму, на одну какую-то цифру, на одно количество. В итоге вскрываются очень серьезные моменты. Я вот сейчас до как бы единицы, до капельки не готов представить, но если вот уже практически было расселено порядка признанных 400 или около полутыщи аварийных домов. Это за все время действия программы? да. Значит, сейчас у нас еще признаны определенные сроки, когда программа до 1 января 2012 года, если признаны, они попадают. До 2017 года надо расселить. Вот у нас еще тоже несколько сотен этих аварийных квартир не расселено. И вот сейчас выезжая в районы и разбирая обращения граждан, и, ну, естественно, меняясь, осуществляя обмен информацией с непосредственными органами, которые призваны реализовать все эти программы, обеспечить гарантию соблюдения прав на жилище, это вот и горжилы инспекция, и соответствующие департаменты строительства, ЖКХ, то у нас тоже, наверное, порядка полутысячи домов еще надо признавать. Никуда не денешься, которые надо признавать. То есть это... объективное. Это вот то, что я знаю, что... И с этим все согласны. С этим все согласны. Другое дело, вот с чем мы сейчас столкнулись, то, что для того, чтобы люди получили жилье, были включены в определенную... Ну, включенную эту программу и приобрели права вот лиц, нуждающихся, да, нуждаются во внеочередном представлении, необходимо заключение межведомственной комиссии о признании домов аварийными и непригодными для проживания. Что мешает? Собрать эту комиссию? Это ничто не мешает. Комиссии обязаны проходить и проходить эти комиссии, рассматривать заявления, обследовать эти жилища. И... Ну, они либо признают их пригодными проживания, либо признают непригодными проживания. Если комиссия признала их непригодными проживания, то тогда автоматически у органов исполнительной власти появляется обязанность обеспечить их жилье. Жилье не берется ниоткуда, на него надо деньги, деньги эти практически федеральные, и рассчитаны. Поэтому вот эти комиссии, которые работают под эгидой местного самоуправления, с большущей неохотой идут на признание этих домов аварийными и непригодными для проживания. Вот буквально на ту неделю, по приглашению жителей Верхнекамского района, выезжал в Кирс, там 5 домов по улице Чапаева, которым уже седьмой десяток лет практически скоро пойдет, которые засыпные, ну реально жить в которых невозможно. Трудно, люди-то все равно там живут, ну конечно. И вот там комиссия признает их пригодными, но нуждающимися в капитальном ремонте. Тут еще много разночтений, конечно, но там ремонтировать, если честно, практически нечего. Вот и встреча с жителями, переговорив с главой администрации, я так думаю, все-таки мы убедили, чтобы не было вот этих проволочек, потому что никуда не денешься. Все равно эти дома надо признавать аварийными и идти все-таки навстречу людям, и уже признав эти аварийными, не прятать голову в песок. Вот к чему я призываю. Надо реально смотреть и доводить до руководства и области, и страны, поскольку это все-таки федеральная программа, то есть реальное состояние дел на местах. Не надо блокировать эту действительную старту. Но эта ситуация сейчас в таком замерзшем состоянии находится, пока никто не получил еще это жилье. Кто из обратившихся, нет, конечно, те, которые получают жилье, есть уже там вопросы, тоже мы пытаемся посодействовать, вопросы в ускорении, например, приобретении права собственности и в оформлении документов. Эти проблемы тоже существуют, тоже было, перевеселенцев обратились, не могут переселиться уже в течение трех месяцев, там вопросы именно оформления документов. Там была написана фамилия уже неработающего муниципального служащего городской администрации. Вот мы попросили, чтобы ускорить, чтобы, потому что... Ну, тут уже все сделано, уже есть дома, уже есть... Они уже практически знают, где будут жить. Вот единственное, надо там... Вот здесь вот, да, здесь, и там, где не надо денег, да, тут, конечно, надо просто поторопить этих чиновников. Я... Чтобы сделать. Да, я сейчас должен объявить небольшую рекламную паузу, у нас середина часа, и после этой рекламы продолжится особое мнение Александра Панова, уполномоченного по правам человека в Кировской области. В эфире «Особое мнение», и сегодня это особое мнение Александра Панова, уполномоченного по правам человека в Кировской области. Вот до перерыва мы начали говорить о том, с какими проблемами и бедами идут... Жители Кировской области именно к вам о теме ЖКХ начали говорить, что еще, что еще превалирует, основную массу занимают обращения, какие темы... Да, то, что сейчас, в этом году, вот именно в этом блоке появилось очень большое количество обращений по поводу фонда капитального ремонта. Ты хотел бы тоже затронуть эту тему, конечно же, да. Да, по поводу фонда капитального ремонта, вот, очень много, значит, обращений, и проблема очень большая, будоражит, конечно, она общество и всех нас, поскольку, ну, большинство, да, из нас, горожан-то живет как раз в многоквартирных домах, в многоквартирных домах, вот, но и я как раз с середины февраля работаю, поучаствовал в работе, в том числе и негосударственных, вот, структур, в общественной палате нашей Кировской области. Да, проводились там круглые столы, да, и слушания проводились, и круглые столы проводились, и общий российский народный фронт поднимал эту проблему на своей конференции, тоже очень серьезно, встречался с теми саморегулирующими организациями, которые, вот, некоммерческими, да, общественными, которые пытаются защитить эти права все. Вот, ну, и, в принципе, мнение и мое, и оно было подтверждено, так можно сказать, экспертными оценками, теми людьми, которые непосредственно находятся в этой теме, то, что, несмотря на все вот проблемы, да, все-таки альтернативы тому закону, который сейчас есть, и той процедуре накопления средств и проведения капитального ремонта, пока никто предложить не может. Вот, реально, пока предложить никто не может. Ну, из известных предложений по этой теме, это просьба, ну, законопроект, внесенный в Госдуму, о приостановлении. Нет, я говорю, что, да, вот это... Другого нет ничего. Да, я имею в виду, можно приостановить, но должна быть, дома-то, они же с... Да любое имущество, да и люди тоже, с годами-то все равно, мы становимся старше и требуем ремонта, кто декущего, кто капитальный, что там говорить. Ну, можно приостановить, а что, это опять же, я еще раз говорю, опять, зачем закрывать глаза на несущийся на тебя пояс? Думаешь, что он тебя объедет? Нет, надо все-таки принимать какие-то меры, и, как я уже тоже говорил, не надо прятать голову в песок, потому что все равно наступит определенный день. Че, да, когда и дом будет разваливаться, и у тебя денег не будет, но пока другого не предложено. Давайте будем всем сообществом этим думать, и тех государственных служащих, должностных лиц и субъектов гражданского общества, как лучше это сделать. Ну, у вас-то есть уже какие-то идеи, возможно, какие-то наработки, конкретные предложения? Ну, у меня какое предложение? Если закон федеральный вступил в свою силу, то он должен работать, его должны все исполнять. А для того, чтобы исполнять, с чем мы еще столкнулись? С недостатком информированности. Вот этот вот аспект работы, со стороны, я вот убежден, тех государственных структур, которые должны были работать, он был упущен. И поэтому вот информационная эта работа велась и ведется, я вот сейчас смотрю, не совсем надлежащим оргазмом, потому что люди... Ну, она формально ведется. Вот сказали, надо провести. Вот провели в прошлом году какие-то там, отчитались, что где-то сколько-то публикаций дали, сколько-то провели собраний. Но надо действовать на опережение, потому что, ну, все-таки инерцию мышления нас с вами, да, людей, которых пока конкретно что-то не затрагивает, нельзя сбрасывать со счетов. Люди-то зашевелились и пришли в недоумение после того, как стали получать непосредственно счета за капитал. Квитанции, да. Квитанции. В январе мы получили первое, за декабрь. Да, вот, когда стали приходить, вот, тогда это конкретно коснулось каждого. А многие, многие не знали, говорят, я откуда знаю. Ну, все же, ко мне не идет, значит, и я ни с кем договор, как вот мне говорили, ни с кем договор не подписывал, никому поручения не давал. Зачем мне эти пришли? Ну, надо же было сказать, что федеральный закон, он, его необходимо соблюдать. Объяснить гражданам, в каких они домах несут, какие живут, какие у них есть возможности аккумулирования этих средств, возможности СЖ. То есть, там есть альтернативы, да, когда можно проконтролировать прозрачность этих средств, когда ты можешь их использовать непосредственно на свой дом. Ну, так называемые спецсчета. Да, да, спецсчета, вот эти все. Этого всего люди не знают, не знают. И вам приходится это разъяснять? Приходится разъяснять, в том числе. Приходят кого? Один из, да, один из экспертов в сфере ЖКХ. Да, мы с ним тоже встречались, мы обменялись и контактами с ними, и вот он готов вот в этой пропаганде, так сказать, жилищного законодательства помочь. Вот, поэтому, да, вот приходится разъяснять, да. Приходится разъяснять. По теме капитального ремонта какие-то мероприятия еще, возможно, будут проходить, инициированные вами, круглые столицы, то же самое совещание. Ну, мы планируем, да, вот по мере, вот я говорю, по мере обработки той информации, которая есть, мы будем в случае необходимости, конечно, в обязательном порядке проводить. Завершается у нас, надо сказать, я имею в виду, завершается холодный сезон очередной, да, и, как известно, это зима и начало весны, запомнится нам трагедиями, произошедшими в Кирове, и в Слободском, я имею в виду, случай падения снега и льда на детские головы, в Слободском девочка погибла, в Кирове месячный ребенок тоже погиб. Вот, как это оценивать, с точки зрения уполномоченного права? Ну, это ужасно, это, конечно, ужасно, потому что погибают действительно дети, которые менее всего готовы выдержать удар с небес, можно так сказать. Конечно, это очень печально, но я на этот вопрос уже отвечал на законодательном собрании. Я так все-таки вот думаю, что по последствиям те службы, которые непосредственно компетентны в этом, они отреагировали достаточно быстро. И в том числе, вот, беседуя с руководителем следственного управления, Житиневым Григорием Яковлевичем, как раз вот мы этой проблемы касались. Он непосредственно лично сам уезжал на все вот эти вот чрезвычайные происшествия, был и координировал, и руководил работой следственно-оперативных групп. Уголовные дела были возбуждены непосредственно при осмотре места происшествия. То есть очень... Но я еще раз говорю, конечно, уже по некоторым уголовным делам состоялись обвинительные приговоры, все уголовные дела будут направлены в суд. То есть в этой... Вот именно в этом контексте туда, в общем-то, правоохранительные органы работают, и прокуратура тут тоже свое слово сказала. Другое дело, опять же, почему это все происходит? Почему это все происходит? И вот здесь, конечно, очень большой вопрос. И мы в том числе и со следственным управлением тоже как бы договорились, после того, как будут закончены все эти дела, мы проанализируем те причины, тем более, что у следователя, я вам тоже как следователь в отставке говорю... — Бывших не бывает, как часто, да? — Да, следователь обязан выяснить причины и условия совершения преступления и внести соответствующие представления. И поэтому мы совместно, в общем-то, проведем эту работу, обобщим, и в рамках уже достигнутого соглашения мне будет предоставлено, ну, конкретные причины и условия и те шаги, которые сделали следователи вот в рамках расследования этих уголовных дел при выяснении причины и условий. — Представления? — Ну, они представления в органы власти. — В органы власти, то есть в правительство области, в администрации в области в том числе. — Да, но там будут носить именно туда, кто полномочен, именно разбираться с этими вопросами. И тут со своей стороны, конечно, мы тоже попытаемся те полномочия, которые у нас есть, тоже использовать. — И на какую реакцию рассчитываете от властных структур, когда будет представление? — Ну, опять же, я вот тоже хочу, что противопоставлять население, да, и органы власти, и государственные структуры друг другу, ну, не стоит, потому что я не думаю, что кто-то радуется, да, или безразлично относится к тому, что происходит. — Вот не могу я в это поверить, может быть, это с моей стороны и наивно, да, но общаясь-то, конечно, это трагедия, это тяжело, это тяжело воспринимать. Но и, тем не менее же, очень жесткие меры пресечения принимаются. Может быть, это будет каким-то сигналом и толчком для того, чтобы, ну... — Вы имеете в виду в том числе аресты руководителей правительских организаций? — Да, это, в общем-то, неосторожная вина в преступлении усматривается, да, неумышленная, да, неумышленная вина, поэтому она не относится к категории особо тяжких преступлений. Но, тем не менее, избираются очень суровые меры, самые суровые меры пресечения. Может, это подтолкнет на какие-то кардинальные, вот, я не знаю, может быть, инженерные какие-то вопросы надо решать с этими крышами. Потому что, конечно, не поставишь. Сейчас вот еще, как мне говорят, стали с крыши спрасывать, еще неизвестно, дожди пойдут, там, крыши поломали, там, все пока ходили. Ну, вот, надо, может, как что-то принимать, какие-то вот именно технические меры. — У нас остается буквально пару минут, и я не могу не спросить вас о планах у каких-то на ближайшее, да, будущих, какие-то мероприятия, какие-то темы, вопросы, которые в ближайшее время будут под особый контроль взятые что-то. Есть вот такое? — Ну, мы работаем именно в той системе, в тех обстоятельствах, которые складываются в Кировской области. Мы заранее свою работу не планируем, мы реагируем на складывающуюся обстановку. Но, тем не менее, есть определенные у нас мероприятия, которые обязаны, вот, буквально через несколько дней, да, у меня будет выезд в Уржум и Лебяжье, в этих районах. Еще тоже пользуюсь случаем, тоже хочу сказать, что и в 15-го числа с утра в Лебяжье и после обеда в Уржуме будут проводиться приемы. — 15-го апреля. — 16-го числа выезжаю в Казань, там будет конференция с участием Панфиловой Александровны, которая основной темой будет как раз в вопросе представления вот жилья и обеспечения прав на жилье. Также в планах у меня посещение исправительных учреждений, вот, ну, а также проведение ремонтов и участие вот в тех рабочих органах совместных, которые созданы и при уполномоченном, это экспертный совет, и при органах власти, и участие в институтах гражданского общества. Для того, чтобы мы все-таки помогли и содействовали реализации прав и свобод человека и гражданина на территории нашей области. — Ну, я думаю, что будет разумно в конце нашей беседы все-таки озвучить еще некоторые координаты про сайт. Мы упоминали уже, неполномоченный по правам человека в Кировской области, без труда можно найти, вся необходимая информация там есть. Ну, а если вы лично желаете прийти, то адрес? — Дериндяево, 23, 4 этаж. — Да, да. Именно так. Спасибо большое, Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области. Всего доброго. Я думаю, что это наша не последняя встреча. — Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.